Приветствую вас, мои родные и любимые христолюбчики, все братцы и сестры во Христе, все люди на земле, все, кто попал на мой канал. Всех приветствую, всем желаю всякого блага, счастья, добра, любви, мира, терпения в душе ваше, прежде всего, конечно, в умы ваши или в умные сердца ваши. В дома ваши, конечно, в семьи ваши, ну и во все сферы жизни ваши, чтобы все у вас было хорошо, ничего вам за это не было, чтобы все у вас было отлично, всегда вы были радостны и счастливы и счастливы. Я сегодня хочу такую тему затронуть, я не раз об этом говорил, я в принципе хочу, знаете, начать с истории своей жизни, я не думаю, что ролик сегодня большой будет, на самом деле, я просто хочу сказать, что от опыта эти слова действительно, ведь я до покаяния тоже был все равно, знаете, ну да, я радовался жизни, но при этом я был достаточно смурной, знаете. Я вот сейчас забыл, что вообще это слово даже есть, депрессия, да, а тогда я как-то помню, что меня накрывало жестко, кто меня знает тогда, меня если накрывало, то все, меня оттуда вытащить, это надо, обычно неделю я точно сижу, не важно, там я жил, помню, с девушками, все, это хоть передо мной, хоть пляши, хоть звезду мне с неба доставай, все, у меня все плохо. Хотя порой, знаете, теперь так понимаешь, вот анализируешь прошлое, да, все время думаешь, господи, ну что вот тогда было плохого, какая-нибудь ерунда, из ерунды порой, знаете, действительно, сам себе находишь причину, а даже если что-то было действительно повод для грусти, то, конечно, сейчас как христианин, как просвещенный свыше истинный, понимаешь, что какие-то все мелочи. И тогда вот, когда я покаялся, кстати, у меня же, в принципе, тоже достаточно жесткое было покаяние, вот сейчас на меня все тоже смотрят, кто-то мне говорит, ой, ну ты кто-то тут недавно меня узнает там через ролики, через кого-то там попадает, как-то выходит на меня в интернете и думает, что я всегда такой был. Я начинаю рассказывать, что вы знаете, ну я тоже не всегда такой был. У меня действительно, после, когда Господь мне открылся, кто знает мою историю, кто нет, я вот хочу кратко рассказать опять, да, то, конечно же, у меня было очень жесткое покаяние. И знаете, ну так оно с критической точки вниз, конечно, шло, вот лет пять, вот, то есть все-таки, ну я не знаю, как это, или какую тут нарисовать вам диаграмму, то есть я же не вниз катился, не знаю, как это правильно назвать. Ну а может это и вниз, я не знаю, как, то есть вот это было покаяние, я помню, очень долго, знаете, но единственное, что тогда, казалось бы, внешне я, внутренне я раскаялся, да, а внешне я, наоборот, стал, я вот в то время, как я пока тогда стал там скитаться, я говорил, да, потом ездить по этим деревням и так далее. Вот в пузе, когда я уже осел, и даже там еще, вот лет пять, вот этот период, 27-32, где-то вот так, конечно, у меня внутренне было все равно все очень жестко, я с виду улыбался, разговаривал, общался, я, правда, я радовался жизни уже, у меня уже не было депрессников, но внутри еще была тяжесть, греха, что ли, да, вот это все, действительно Господь так попускает. А когда, вот помню, прошел этот период, я его, конечно, связываю с тем днем, кто знает, у меня тоже было откровение, это как раз было на Пасху православную, тогда я уже окончательно разорвался православием и не причастился в храме, меня не допустили, и уже больше с этого дня ноги моей не было в храме, и тогда Господь мне явился в тот день, кто знает, посмотрите мои ролики о моей жизни, я все это говорил тогда. И вы знаете, тогда еще рассказывал, что Господь мне опять явился как-то странно, казалось бы, уже столько лет я живу, да, Он явился опять как любовь, но почему-то Он стал перед моими глазами всю мою жизнь показывать опять все мои грехи, я тогда рассказывал, я даже головы поднять не мог, я там на коленях сидел, лежал на полу, не знаю, как сказать, да, и вопил к Богу, дай мне еще один шанс, дай мне жизнь, я все исправлю. Но это уже знаете, это вот именно осуждение было, а вот когда все это опять, тем более таким мешком на тебя вываливают, плюс вот именно такому, как я уже покаявшемуся, пять лет уже живущему другу жизнью, мне конечно действительно по-настоящему хотелось бы исправить свое прошлое. И вы знаете, с того дня Господь, конечно, меня очистил уже полностью, так скажем, вот правда, как говорится, суд на земле был, и я уже, я перестал эту тяжесть чувствовать. Вот тогда я встал свои ролики, кто помнит, это первый мой ролик «Огородная проповедь, чистое сердце». Это именно я записал ее, можно сказать, ну, практически сразу, да, ну, была, это же Пасха была, хотя тогда, по-моему, поздняя, ранняя Пасха, я не помню, какие были дни, точно. Я, естественно, я же это откровение записал потом еще в комнате, а уже, уже такая весна началась, и я на улице первый этот ролик записал. Ну, именно с этого начались мы «Огородная горная проповедь», и вот именно тогда, я уже, знаете, вот у меня такой свет такой, и кто помнит эти ролики, да, я уже, ну, полностью освободился. Во-первых, понятно, в религиозном плане от этих культ я уже тоже стал тогда, Господь мне показал, что все, это уже, это вообще все, действительно, как ты, как я думал, как я рвался сердцем. Господь сказал, да, ты прав, это все ерунда. И вот внутренне, вот это, конечно, какая-то чистота освобождения именно с того дня у меня началось. С этого дня, конечно, с того дня я как раз действительно, знаете, уже и внутренне стал лыбиться, да, у меня душа стала сиять, так скажем, светиться, радоваться. Мне так хорошо и легко уже было, уже мне ничего не тяготило, да, я стал в этом плане свободный, да, и действительно, я вот так старался, поэтому, может, Господь уже поставил, да, светить, потому что, ну, это и правда так. Вот, в принципе, каждый человек, и свет, и радость, это все понятно, любой человек, улыбающийся, уже вызывает у тебя улыбку. И вот единственная, я говорю, все равно век живи, век учись, и вечно мы будем учиться, да. Конечно, вот прошло теперь еще пять лет, да, я начал вот так как бы сиять, светить, и я же не неофит там, да, но это уже в другом свечении, ты не просто там христианин, да. Я стал проповедовать, конечно, столкнулся я, да, я уже прошел, так скажем, живое это христианство, это православие, да, я уже несколько лет в интернете беседы вот эти, уже с разными людьми беседовал уже, и с разными конфессиями, все. Тоже уже обижали там уже, и предавали, так скажем, да, уже разную школу, но все равно, это мой новый этап был, и, конечно, вот эти, наверное, три года как раз вот эти в деревне, вот уже когда я от всего, а уже там один остался, от этого эркульта отошел окончательно, да, это был такой интересный период, я рос, я познавал тоже, тогда я говорю, я обжигался опять, потому что всегда у меня душа наружу, ногой сердце моё перед всеми, я ничего не скрываю, ни как живу, ни в бытовухе, ни еще как-то там, ни духовно, вот вы все знаете, мои мысли, рассуждения, новое что-то, что в моих, в моем сердце происходит, что в чувствах, что в мыслях, да, все открываю вам, все делюсь, все рассказываю. И вот тогда, вы помните, я говорю, все-таки, когда меня это действительно такое было небольшое разочарование, не в истине, не в том, что надо любить людей, а просто действительно в том, что это кому-то нужно, и вот это задолбали меня бесы, я их прямо так назову, людей этих бесноватых, вот, я говорю, еще так, Господь или, ну, Господь, конечно, всем управляет с этой работой, мне предложили, и я тогда вот уехал, год меня не был, да, и сейчас опять вернулся, уже в другом мысли, сейчас я, конечно, вырос в этом плане, подкреп, вон тоже Саня, у меня только сегодня вот один опять там стал, я его сколько не банил, но уже все, сил нету, забанил, причем в одном месте, он не в другом, мы как, знаете, вот как бесноватые, какой-то назойливый комар, вот ему надо в пицце в теле и всю кровь выпить, я реально таких людей, я говорю, кроме как бесноватыми, я назвать не знаю как, вот. И вот сегодня я ролик хочу назвать, да, несчастное счастье, и вы знаете, я говорю, тогда вот какая мысль мне еще открылась, именно когда я стал, я говорю, где-то в эту первую пятилетку, так ее назовем, да, что действительно, ну, такой какой-то закон, я понял, ну, мы все это знаем, да, ну, как-то не задумываешься, а когда у тебя что-то формулируется уже четко в такую прям окоемочку понятную, хорошую, и я тогда понял, да, вот действительно, вот как ты сделаешь, ну, как раз вот в эту пятилетку такого внутреннего, все равно, так скажем, еще покаяния, вот, хотя внешне я старался всегда все равно улыбаться, светить, уже тогда быть максимально там добрым, вежливым, учтивым, да, и так далее, нормально с людьми, вот именно, я тогда перестал, я же говорю, когда покаялся, я же все бросил, курить, материться там, да, ну, действительно, я перестал, людей тоже где-то жалить, знаете, когда мы раньше какие-то вот именно могли обижать, знаете, подкалываться, помните детство все свое, как там вообще жесткие и жестокие бывают шутки, все эти разговорчики, конечно, я все это понял, что все это к любви к человеку никакого отношения не имеет, да, можно по-доброму юморить, как-то подшутить, но это не тот уровень, когда ты уже вот христианином какое-то покаяние, это разные вещи, когда ты там по-доброму, ты знаешь, что это человек действительно, вы вместе можете посмеяться над этим, над собой, да, а до покаяния ты мог делать это даже над человеком, который, как говорится, не хочет, чтобы ты над ним смеялся, но ты будешь лишь бы тешить свое какое-то там эго, это делать или из-за жестокости, еще чего-то, вот, ну, вы все понимаете, о чем я говорю, и вот тогда я понял, что да, как ты сделаешь кого-то счастливым, да, если ты сам несчастлив, вот, как это можно сделать, мы можем сделать счастливым человека, только когда мы сами счастливы, вот, меня тогда, я, конечно, уж не помню, когда мне прям открылось, это в какой день, там, грубо говоря, да, вот, но я это тогда прям понял четко, да, тогда я понял именно тоже, ну, очередной такой уровень познания именно любви, да, что, что бы ты ни делай, вы знаете, можно доброе дело делать с таким вот смурным лицом, что-то готовить кому-то, там, знаете, вот, как я говорю, в монастырях каких-нибудь, ну, может, там и есть счастливые люди, я не знаю, но думаю, что это редкость, и так везде, на улице можно подать, вот так, знаете, то есть, вот, действительно, когда я понял, что именно, и если ты истинно уже познала, у тебя действительно Дух Святой, ты добрые дела, ты людей радуешь, ты, во-первых, сам счастливым, если ты это искренне делаешь, если ты познал себя в Дух Начаток, ты это семя принял, Дух Святого, на самом деле, ты делаешь это же искренне, ты веришь в любовь, ты любишь любовь, как я всегда говорю, ты хочешь любить, тебе доставляет эта радость, ты это делаешь, это все вот так круговоротом уже, оно все одно другу неотделимо, ты сам, соответственно, станешь счастливым, это же счастье еще делает другого счастливым, Потому что ты сейчас, вот никакой радости нет сидеть рядом с нытиком, со злым человеком, с раздражительным. Вот что такое грех вечно там, а Бог кого-то простит, не простит. Да Бог никого не прощает и никого не наказывает. Человек сам себя наказывает, сам. Вы не будете там, где Бог, если вы злые, гневные, смурные. И Бог не будет с вами, потому что вы такие. Тьма со светом не соединяется, вот и все. Поэтому, конечно же, вот познав эту истину, тогда я тоже на очередную ступень такую вступил, обрел счастье. Ну и понял какие-то законы. Это действительно сделало меня, прежде всего, счастливым. И так и должно быть. Я понял одну вещь. Нам очень часто в всяких культах, в религиях, в каких-то мнениях навязывают, что ты через внешние типа делаешь счастливым. Ничего подобного. Вы знаете, человек счастлив внутри себя. Мы все это прекрасно знаем. Потому что вокруг тебя может быть действительно ад. Не просто ты там себе придумал или тебя там комарик укусил. Нет. Человек может действительно попасть в адские какие-нибудь условия. Действительно может быть война, плен там. Кругом что-то страшное. Может быть. Но если человек этот имеет Духа Святого в себе, Бога, истину. Вы знаете, он в аду будет радоваться и веселиться. Это действительно так. Светить там. Для чего он это будет делать? Для себя, конечно, чтобы не умереть. Вы знаете, можно умереть от горя, от несчастья, от злобы, от всего вот этого. Поэтому человек сам себя все равно как-то мотивирует. Естественно, он понимает, что этим светом он светит другим. Заражает. Делает их лучше. Он, правда, как свечка в темноте. Поэтому затухнуть легко. А вот светить тяжело. Именно это надо делать. И сюда все присовокупляется. Вы знаете, это вот в жизни тоже. Я вот тоже с кем общаюсь до сих пор. По скайпу мне опять начинают звонить, там писать. Вот всех вокруг мы обвиняем. И этот плохой, и этот плохой, и этот плохой. Ну, я пытаюсь, конечно, сколько могу объяснять. И на Библию ссылаюсь на Адама с Евой. Ну, если понимаешь, что люди далеки от этого. Хотя уж историю с Адамом съел многие знают. Но опять же, может, знаю там по каким-то детским сказкам. Точно ничего не понимая, что там было и как там было. По-простому пытаюсь и так человеку показать. И кинучеловеческими словами. Если вижу, что он там не особо разбирающийся в Писании. И знающие эти вещи. Это первая вещь. Я всем всегда говорю. Перестать винить весь мир вокруг тебя. Начиная с беса, заканчивая Богом. А между ним средненькие люди и другие там духовные миры, да. Ангелы там или демоны. Перестать всех вокруг обвинять в своей жизни. В несчастьях. Я не знаю, там в счастьях. Может, даже мы можем додуматься, как Адам тыкнул Богу. Что ты мне там Еву дал. Перестать надо это. Человек. Надо вот принять. Почему я говорю так? Мне там тычут за этот протестантизм. А я стою на своем. Это лживые. И знаете, дело не в том, что они просто там плохие учения. Я говорю, они не делают человека счастливым. Мне это спасение по вере дебильное. Когда человек все равно знает, что толку. Ну, хорошо. Ну, сижу я на диване. Верю. Что дальше? Дальше что? Жизнь, она это течение. Это река. Что это дает мне? Ничего. Здесь то же самое. Все вокруг виноваты. Ты сам человек. Ты сам сделайся светом. Сам. И свети тогда вокруг себя. Ты сам обретешь счастье, полноту. А пока мы не станем, у них же нет никакого ни суда, ничего, ни само протестантизма в частности. Да нет. Ты сам за все в ответе. И за свое счастье, и за свое несчастье. Ты пожинаешь то, что ты сеешь. Человек, Бог вообще в этом плане, Бог тебе дал абсолютную свободу. Ты Бог. Ты дыхание его жизни. Ты и он, и ты личность. Бог не нарушает твое свободу. Ты сам избираешь, что сегодня творить, добро или зло. Бог внешне может тебя воспитывать, воздействовать на тебя через внешние обстоятельства, природу, людей, животных, тело твое, да, болезнь тебе там или еще что-то где-то, что-то подкрутить тебе, да. Бог может это воздействовать на тебя, может тебя воспитывать. И не может, он так и делает, понятно. Но выбор за тебя он не делает. Между добром и злом, благом и неблагом, счастьем и несчастьем, миром и неспокойствием, добром или злом, ненавистью или добродетелью. Ты сам выбираешь, гордыня или смирение, тщеславие или крутость. Если человек, это ты выбираешь каждым своим поступком свою жизнь. Вот и все. Поэтому с этого все начинается. Перестать надо винить весь мир. Павел, познав это, прекрасные слова говорил. Великое благо быть благочестивым и довольным. Поэтому будь святым, а святость она проявляется в любви к человекам, к природе, к животным, ко всему Богом созданному. И довольство тем, что есть. Есть? Хорошо. Нет, мне не надо. Это тоже благо для меня. Все. Ты можешь планировать. Можешь к чему-то стремиться, что-то добиваться. Господь, когда говорил эти слова, не терзайтесь о завтрашнем дне. Господь не говорил, не планируйте, не думайте, не фантазируйте, пусть даже не мечтайте. Нет. Он говорил, не терзайся. Ой, что же завтра будет? Что же завтра будет? Ой, завтра, чувствую, будет плохо. Дело не планирует. И даже мысли, что я завтра буду кушать, неправильно интерпретирует. Это правильная мысль. Но терзаться, если у тебя реально сегодня почему-то так жизнь-то там что-то случилась, ты обанкротился, обокрались. Не терзайся. Ты думай. Ты с утра проснешься и увидишь, как Бог решит твои проблемы. Нет. Ты думай. Ты думай. Что бы сделать? Слышь. Вот меня там это. Я это потерял. Как же вернуть там квартиру, машину? Это думать надо. Думать, терзаться. Не надо. Не надо страдать. Не надо кричать. Все. Весь мир думаешь. Все, все, все. Бога нету. Да. Ты как язычник начинаешь терзаться. Все. Если я не решу, никто мне не... Бог тебе поможет. Бог тебе даст мысль какую-то. Бог может тебе вообще реально саму проблему твою решит. Может мысль тебя натолкнет, как тебе ее решить. Там в этом весь контекст. Поэтому поверьте мне, человек, который истинно святой, человек, который верит в Бога, уповает на Него, любит всех вокруг, он всегда будет счастливым. Это счастье будет показателем, что он вот это все, кстати, исполняет. Если он все время лыбится, все время радуется, это так. Если он никого не обвиняет ни в чем. Заметьте, я людям... Я говорю, я не тычу никогда. Люди меня вот говорят. Ты вот это, ты же это. Да Иисус обличал эту ортодоксию, эту православие, так называемое, древний иудаизм. Этот протентатив с саддукейскими. Он все обличал это. Говорил, горе вам, фарисеи. Фарисеи, это как сейчас чуть ли даже не просто православные, а монахи. Но это даже не монахи, это православные. Они были все женатыми. Это люди, которые исполняют все претензии. Иисус так говорил, не надо мне тычить, что я не прав. Я делаю так, как делал Иисус. Он явился именно для того, чтобы оставить нам пример, чтобы мы шли по его стопам. Как я говорю, стопочку в стопочку. Вот для чего это все оставлено. Поэтому, конечно же, надо обязательно радоваться. Обязательно улыбаться, радоваться. Все это нужно делать. Потому что вот это все, я говорю, весь этот негатив, вот эта злоба, обида. Я вот думаю, что он в меня впился. Ну, что ему до меня дело. Я уже говорю, слушай, ну ты раз мне написал. Ну, ты два мне написал. Хорошо, я злостный еретик. Ну, отреси прах на меня и живи спокойно. Я честно, я таких людей понять не могу. Как можно вообще в кого-то впиваться, знаете, в горло ему. Или, ну, любой. Возьмите себе, какой вам удобен пример. Комар как носом там, да, кровопийца какой-нибудь. Мне вообще, честно, мне так это чуждо. Я вот понять не могу, как можно за человеком бегать. И, причем они бегают, вот я говорю, по интернету. В жизни-то боятся подойти. Можно и по шапке получить. А в интернет сейчас обратно же не махнешь ему, ничего не сделаешь. Но я шучу, я бы никого бить, конечно, не стал. Но я думаю, что вживую бы побоялся что-нибудь сказать-то. А тут можно телеги писать, да. И вот как кровопийца. Я говорю, готов по всем сетям аватарки менять, почтовые аккаунты. Лишь бы вот что-то тебе там. Думаешь, господи, человек вообще одержимый получается. Я говорю, реально бесноватый, значит, одержимый. Да говори, кто тебе рот-то затыкает. Ну, можешь там говорить где угодно. Ну, я сказал, извини, все, вот дверь закрыл. Он начинает стену ломать. Это же караул. Вот. И я говорю, кто из них обижен? Я вот теперь стал задумываться. Эти люди порой... Вот я просто, ну, про себя рассказываю. Вы их все-таки себе можете применить, да. У вас точно так же в вашей сферах жизни или еще. Но я вот последние годы, естественно, основная моя деятельность. Все-таки я ютубом занимаюсь, проповедую, да. Это я говорю, люди то ли завистливые тоже. Но я вот знаю, что я несу людям благо, да. Я стараюсь говорить о любви, чтобы делали добрые дела, действительно, и руками, и ногами, и языком. Действительно, улыбались. Делали хоть кого-то счастливым вокруг себя. Хотя бы своих родственников, друзей, знакомых, любых людей на улице. Это же здорово. Мир будет светлее. Все, что вот это не нужно, весь этот мусор, зачем за него держаться? Это же делает вас несчастными. Сбросьте и такого. Почему я говорю, освободитесь от религиозного культа? Это же бремя. Это же бремя, сам Господь сказал. Которые на вас возлагают, сами, говорит, не носят, еще на вас налагают. И вы понести этого не можете. Потому что и они такое бремя, какое сами делают, говорит, никто это вообще, в принципе, понести не может. Там заповедь на заповедь. Правило на правило. Я говорю, люди, как Иисус, да пожалуйста, освободитесь. Вы никому ничего не должны. Это полная химия. Опять же, я понимаю, эти люди, небось его кто-нибудь обидел, он обижает, он жалит тебя. И вот так по кругу. Это же пипец. Надо просто задумываться. Ты вот что-нибудь в себя принял, обиду допустим. Я не зря такую поставил картиночку. Обиженные пытаются обидеть, а счастливы, а счастливы. Вот этот человек за мной как бесноватый, как одержимый насыц по интернету. Я понимаю, что человек, он, да, вот его это сделали, и он бежит. Он нет бы в себе это зло потушить, да, и победить зло добром. Хотя бы не от... Ведь реально тебя обидели. Ты не выбиваешь зубы своему обидчику. Ты просто замолкаешь и в себе топишь эти слова. Вот и все. Никуда их не переносишь. Но основная масса людей разве так делает? Нет. Нас обидели. Мы вообще можем обидеть человека, который в этом вообще не виноват. Ну, все знаете, мы срываемся. Нам где-то мы домой несем все, что у нас на работе, да. Надо учиться этому не делать. Надо учиться побеждать зло добром. Надо учиться быть черной дырой для зла. А вообще надо научиться именно в пинг-понг. Да, тебе злом, а ты добром. Тебе злом, а ты добром. Причем вот именно какой ты будешь, счастливые бегут осчастливливать. А обиженные пытаются обидеть. Это вот факт. Унылый пытается и другого в уныние вогнать. Активный, радостный, жизнерадостный человек, он и другого таким делает. Это же все, это естественные законы. Поэтому, конечно же, надо... Я просто особенно, знаете, я же говорю в основном все-таки христианам, да. То же самое. Мой там блог смотрит, да. Я поражаюсь. Мы проповедуем, казалось бы, о Царстве Божьем, о любви, о блаженствах, о мире. И вы знаете, посмотришь на христиан, думаешь, это ад какой-то. Человек в душе носит. И из него он так же изливается. Если мы так будем проповедовать, вот с таким лицом, вот таким все время, вдумайтесь в это вообще. Да, мы призываем к покаянию от злых дел, к добрым. Вот именно, чтобы счастье, чтобы благо было на земле. Поэтому, как оно возможно, если один другого по голове бьет? Нет, мы говорим, да, кто-то плохо делает. Ты говоришь, человек, так нехорошо делать. Заступаешься. Сам этого прежде всего не делаешь. Вы знаете, другие проповеди, вспомните, я говорил, не делай не зла. Да, это очень много. Хотя бы не делать зла. Хотя бы не быть унылой какашкой. Ну, пусть ты не веселый. И опять же, я вот говорю, да, нам кажется, ой, всегда прям, надо что, лыбиться, что ли? Американская лыбка, как это говорят, да, там, до ушей дотянута, вечно. Плохо тебе? Хорошо? Да нет. Да мы плачем, у нас бывает плохо. Утым нас просто даже обидели, нас машина обрызгала. Ну, настроение подиспортилось. Ну, потерпи пять минут, все пройдет. Мы что-то своим близким, особенно если это родные тебе души, ей ты как раз можешь. Только не на нее все это выливать, чтобы она весь негатив-то придала. Нет, да просто сердце открыть. Да вот, да, да сегодня вот такая вот, да. Тебя близкий себя поддержит, скажет, дорогой, дорогая, да все хорошо. Все сделаем. Может, поможет тебе или просто даже словом утешь, поголовки погладит. Там, муж, жена, родители, дети поцелуют, там, тебя обнимут. И все будет нормально, да. И все. В чем сложность-то вот так жить-то? Я вот не понимаю. Ведь в этом христианство, в этом царстве Божьем, в этом счастье, в этом рай, где люди радуются. Послушаешь христиан иногда, посмотришь на их дела. Такое ощущение, что не царство Божье, а ад на земле проповедует, да. Я вот ролик, да, говорю, несчастное счастье, это бред какой-то, да. Если ты действительно, я говорю, проповедует даже покаяние, это же нормально. Ты говоришь людям, что вот именно мы в этом живем, то потому что мы живем неправильно. Именно потому что вот именно, даже вот этот самый негатив есть друг на друг, выплескиваем. Ты убери это, и все будет хорошо. Все, кто замечал, это же не просто какие-то теоретические, буквоедские, там, законы. Кто-то придумал, какие-то книжки написал. Кто за собой просто следил, вот что-нибудь смотрит, кто-нибудь улыбится в телевизоре, вон сейчас на мониторе, интернет. Даже если тебе порой человек не нравится, если он тебе улыбнулся, или просто гоготать начинает, ты тоже начинаешь. Как минимум, он, конечно, во всю, во все уста, во всю глотку, как говорят гогичи, да. Но ты хотя бы, как минимум, у тебя улыбка начинает подниматься, да, появляться. Улыбнитесь человеку, это всегда будет, я говорю, там, поклонитесь, уступите место. Это всегда доброе слово лучше сказать. Я говорю, ты кому-то что-то пишешь, там, комментарий. Да ты сначала, неужели в человеке ничего хорошего нет? Ну, ты хотя бы, наверняка, есть за что похвалить. Ведь что-то он сделал хорошее, тот же ролик, наверное, что-нибудь сказал. Ты начни с хорошего. Но только не так, как я говорил, с удовольствием, с одним этим словом, мир тебе и пошел поносить. Да никакого мира нету. Я говорю, это вот это несчастное счастье. Ты мне там с миром, типа, и начинаешь мне показывать, какой я, я прям буду говорить, какое дерьмо. Развонявшееся на весь интернет. Ну, какой мир? Ну, что толку от этого слова? Оно же не искренне. Не искренне абсолютно. Это ты только там, ибо написано, там, поэтому не пишешь в начале своего божественного обличения это слово. А оно ничего не несет. Ты во мне ничего доброго не увидел, это очевидно, да? Вот мы так по жизни, действительно. Я какой хочу мыслью закончить, да? Про это несчастное счастье. Вы знаете, еще я, это все, конечно, хорошо. Я поговорил, это когда все хорошо. Я постарался такие, в принципе, примеры взять, что действительно, на самом деле, во-первых, у нас действительно все не так плохо все, как нам кажется, да? Надо научиться. Надо, ну, как я и сказал, процитировал апостол Павла, ну, сам я эти слова жизнью исповедую. Великое благо быть благочестивым и довольным. Если вы на эту ступенку не подниметесь, я говорю, если вы не от первородного греха, обвиняя всех вокруг, не отречетесь, вот на эту ступеньку не войдете, что великое благо быть благочестивым и довольным, дальше говорить нечего. Вы даже в хорошем, когда все у вас будет хорошо, у вас все будет всегда плохо. Все кругом будут, когда все будет нормально. Когда вы вот эти ступенечки пройдете, вы начнете видеть в своей жизни все хорошо. Вот, казалось бы, ничего не будет, как Павел тот же сам писал, говорит, но мы всем обладаем, у нас ничего нету, а мы всем обладаем. Ты будешь видеть, что у тебя вот ноги есть у меня, и я радуюсь, что я могу ходить сам. Я могу сам себя готовить. У меня есть болячки, но у меня есть вот это, и я начинаю радоваться тому, что у меня есть, а не того, а не расстраиваться по тому поводу, что у меня нету. Ты приходишь, только вот проходя вот эти вот ступеньки. Но это когда все хорошо, потому что, как говорят те, кто войну прошел, лишь бы не было войны. Это я вот из этой же сферы, да, что это вот от нуля, да, в плюс, если у тебя либо, ну, просто все гладенько, идет, идет, может, ничего суперского в жизни не происходит, ну, и ничего плохого, не надо ни в коем случае ныть. Надо радоваться любой птичке, поющей вон на деревцах. Но бывают моменты, когда и плохо. Да, бывает, я говорю. Я, в принципе, в анархаичном таком, говорю сейчас, так скажем, разговоре, да. Я, в принципе, говорил, да, о том, что тебе может машина обрызгать, может быть, что-то посерьезнее случится. Я говорю, все может быть. Я возьму какие-нибудь, я люблю контрасты, там, чьих-нибудь, там, детей убили, еще всякое бывает, да. Это ад, конечно. Я специально беру контрасты. Но в жизни надо найти в себе силы и сделать все, но чтобы радоваться. Делай, что хочешь в этой жизни. Тебе плохо? Иди погуляй. Хочешь, сядь, поиграй в игрушку. Если ты взрослый, в компьютерный, там, какой-нибудь, что хочешь делать, подруге другу позвони. В жизни надо использовать все средства негреховные. Ну, не в церковном понимании, в каком-нибудь нецерковном. Слово неправильно. Церковь-то хорошее слово. Это не в религиозном, где понавешивают. Это нельзя, того нельзя. Спросишь, почему это грех? Он тебе просто скажет, что ты что, болван? Не знаешь, что это? Я сказал тебе, что это грех. Нет, есть грехи, которые боль ближнему причиняют. Вот настоящий грех. А все остальное можете делать, что хотите. Павел прекрасно сказал, все мне позволительно, не все полезно. Просто рассудите. Какая польза? Если ты, конечно, целыми днями сидишь в этот компьютер, там, рубишься. Пользы никакой. От тебя, может, страдают, ты не работаешь. На тебя, может, жена даже пашет, ты взрослый дядя. Это бред. Это все, это не туда. Но если ты... Ну, понятно, я не понимаю, как там человек любящий может играть в какие-нибудь убийственные стрелялки. Это просто я, значит, человек, это действительно нет в нем никакой любви. Но у каждого свои есть какие-то разгрузки. Что-то посмотрел, что-то почитал. Я говорю, куда-то сходил. Я говорю, хотите, выпейте бокал вина, бутылку пива. Если вам это поможет. Если вы через пять минут войдете в себя, как говорят, вышел из себя и вернулся. Если ты вошел в себя, делай, что хочешь. Лишь бы люди вокруг тебя от тебя заражались счастьем. Я говорю, тебе плохо. Мне вот тоже бывает, я и устаю тоже, как и все. Я же такой же человек от своя деятельность, от другой, от людей, от еще чего-то, от болячек. Ну, вот им просто, знаете, хондра нападает. То же самое, как у всех. Казалось бы, ничего плохого не происходит. Ну, просто словами уже, мыслями не пытается, не получается себя вот поднять. Все, встаешь, одеваешься, идешь прогуляться. Гуляешь уже как-то мозги, как говорится, проветриваются. Все. Вся дурь, как говорится, выходит. Спортом позанимайся. Там, покачайся, потанцуй, если ты там танцуешь, любишь или умеешь песни попеть. Занимайся чем? Хочешь. Ну, понятно, кроме греха. Ну, грех, я говорю, это не любовь к ближнему, ты ближним, а так делай, что хочешь. Просто когда ты начинаешь цепляться за мои слова, а, ну что тебе, можно там бузануться, уколоться, ну, уколись. Наркоманом станешь, за одну колку с героином, все. Ну, это же бред, я же не об этом говорю. Это же не любовь будет к ближним, потому что завтра станешь конченным наркоманом, и все из дома истащишь, начнешь бить всех, убивать, мучить и так далее. Я говорю, вот эти люди просто вот такие, вот когда мои слова тоже извращают, я думаю, господи, там вообще есть что-нибудь в голове. Конечно, речь идет не об этом. И опять же, я вот сказал про бутылку пива, специально говорю. Речь идет о тех людях, которым это можно сделать, и которые выпьют эту бутылочку пива, и ему действительно полегчает. Если у тебя крыша едет с одной бутылочки пива, или ты остановиться не можешь, это 20 ящиков выпиваешь, и начинаешь творить зло людям, переворачивать машины, бить друзей, знакомых и соседей, тебе вообще нельзя. Найди себе другое средство. Я говорю, даже не то действие, которое ты выполнишь. Конечно, ты должен узнать, что от этого действия. Я и сказал, что грех это один, не любовь к ближнему. Но не только прямо в прямом твоем действии, но и в последствиях твоих действий. Как бы тут, говорю, надо, кажется, слушай, я сейчас с умными людьми разговариваю. У них что-нибудь есть в голове? Надо подумать. Речь идет, конечно же, о том, что ты делай все, лишь бы быть счастливым. Я говорю, садись на маршрутку, езди по кольцу, делай что хочешь, дурь выкини и снова свети. Жизнь круглая. Даже такой великий человек, как экклезиаст, проповедник, возможно, это был царь Соломон, у которого, как он сам писал, неважно, кто это был, у него было все, и не было бы ничего, чего бы не захотел его глаз, все ему было позволено и доступно. Все он, что мог, понастроил, что хотел, сделал, и что? Все, говорит, суета, суета, томление духа, вчера и завтра все одно и то же, нет ничего нового под небом, хотя все мне доступно. И скукотища, скукотища. Поэтому человек не внешними делами станет счастливыми. Я говорю, и христианин, который живет в любви к ближним, как ты будешь исполнять эту заповедь, любить, если ты сам несчастлив. Ты что-то сделать должен с радостью, с любовью, с улыбкой к этому человеку. Я говорю, всякое бывает. Да, понятно, у тебя, может, ты потерял дорогого, любимого человека. Я не говорю, что ты будешь лыбиться до ушей. Но вы знаете, я думаю, что есть настоящий христианин, который вот им верит в бессмертие. Да, на сердце там боль. Но многим даже ее не покажет. Это его личная боль. Ну да, он придет, еще поплачет. Он же не будет на всех подряд срываться из-за этого. Нет, не имеет права христианин так делать. Ученик Иисуса так делать права не имеет. Я не говорю, что все в себе. Я говорю, держать там надо. Нет, у нас у всех есть близкие люди. Мы с ними разделяем уже не только радости, но и горе. Ну, вешать свое горе. Я говорю, думать, что мы можем свое горе. Вот нам плохо, вот именно, как вот эту нашу обиду. Мы сейчас выплеснем ее на кого-нибудь. И она уйдет. Нет, отсюда она не уйдет. А вот разделить нож с тобой любимый может. Тебе вот обидно. Ты действительно высказался без усуждения. Просто рассказал, что с тобой было. Тебя, любимый, любящий тебя человек. Брат, сестра, друг, мама, папа, жена, дети. Пожалели. И все, и тебе достаточно. Что тебя просто понимают и поддерживают. Все, это нормально. И ты дальше светишь. Вот так мне хотелось сегодня поговорить. Это действительно так. Это закон жизни. Никогда никто вокруг тебя не будет радоваться жизни, если ты будешь сидеть, как угрюмая туча. Надо радоваться, надо улыбаться. Я говорю, вот я читаю писание. Да, мы читаем на канале и ветхие. Да, даже новый завет. Да, много негатива. И улыбаться тяжело. И даже это глупо улыбаться. Я говорю, как есть. Говорю, вот это зло. Мне же прям противно читать. Как там убивали, резали, что там вытворяли. Вот именно у меня смущаются брови. Ну, я похоревал чуть-чуть. Говорю, ну, вот это плохо. Мы должны. Да, да. Мы же учимся. Все. Тут поговорили. Я, конечно, говорю, опять же, и плюс я говорю о людях. Я не пытаюсь на людей-то повесить и, знаете, все прям подать негатив. Я говорю, ну, вот они делали, они делали. Мы так делать не должны. Все. Поназидались, посмотрели. И то, как я говорю, тот же самый ветхий завет мы читаем. Ну, надо раз сделать. Люди вляпываются. Люди ничего не понимают. Не знают. Я это делаю только потому, что надо сделать. Я же не могу действительно с улыбкой читать. То, что ты читаешь, как и новый завет Евангелия. Да, сколько отрады, сколько радости, когда мы видим явление Христа. Его рождение, явление. Уже, знаете, когда начинают он проповедовать, есть и хороший, и плохой. Кто-то его любит, кто-то ненавидит. Но когда его там уже судят, распинают, арестовывают. Кто мой ролик видел, у меня все. У меня в горло подходит сердце, камень, и все. И хоть рыдай там. Ну, что там? Как там будешь смеяться-то? Понятно, да? Всему свое место. Это понятно. И если это обосновано, да. Есть действительно горе и боль. Ну, правда, человек там потерял кого-то. А знаете, очень часто мы страдаем из-за потерянного целлофанового кулька. Это вот факт жизни. Еще я говорю, на всех это вешаем. Не просто носите тяготы друг друга. И причем ты это разделяешь с тем, кто, ты знаешь, хочет с тобой это носить. А мы готовы на всех подряд. Это выплюсь, зарыхнуть. А он пусть носит мои тяготы. Нет, это не так. Надо самим стать Богом, любовью. Бог все наши грехи в себе топит. Иначе у нас бы надо было, как при первом потопе, каждое поколение с лица земли стирать. А вот Бог нас любит. Абсолютная, всепоглощающая любовь. Вот на такой прекрасной ноте я хочу закончить. Поэтому любите всех, любящих вас. Всегда это делайте с радостью, с улыбкой. И всем посторонним. Всегда улыбайтесь, старайтесь. Старайтесь светить. Я тоже в жизни, у меня разное бывает. Но я хотя бы знаю истину. И стараюсь ее в своей жизни воплощать. Причем не так, в смысле. А действительно фанатя по этому, что все-таки мы этого должны достигнуть. Я должен этого достигнуть. Даже в любви к врагам. Даже так. Хотя это и есть ученики Иисуса. Это и есть Боги и дети Всевышнего. Те, кто любят врагов. Ну, на этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Помните, что мы сеем, то мы и пожинаем. Сеющий доброе, делая добро. Пожнем, если не будем унывать никогда. И если не ослабеем, обязательно пожнем плоды своей жизни, своих дел. Я с вами прощаюсь. Всех крепко обнял, по-братски поцеловал. Все мы еще когда-нибудь будем пить вино в Царстве Бога. И Христа нашего Иисуса обязательно. Все, кому нравятся мои ролики, вы знаете, что нужно делать. Пока-пока. До встречи в следующем ролике. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова